Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мужчина недавно развёлся, 10 лет был в браке, хочет строиться на отношения. Половину времени проводит с бывшей женой и ребёнком, два с половиной года. Я тоже в разводе, двое детей, но нет никаких контактов с бывшим мужем. Отношения хотим строить в спокойной обеспечке, но мужчина настаивает на том, чтобы мы не торопились с юридическим браком и детьми, а также на том, что хочет сохранить отношения с бывшей в таком формате, чтобы всегда им можно было в них вернуться. Обосновывает этот страх им остаться совсем на дно. Меня пугает такая постановка вопроса, потому что непонятно, зачем тогда мы вместе. Говорит, чтобы попробовать достроить семью. Вопрос. Такое ощущение, что при каждом удобном-неудобном случае он не будет бороться за наши отношения, а будет сливаться в прошлое. Это мои комплексы, или он не знает, чего хочет. Нет, мужчина графски знает, чего хочется на нем, он совершенно чётко об этом говорит, и в этом плане, в общем-то, я бы на самом деле здесь в каком-то смысле восхитился бы его честностью и прямолинейностью в смысле того, что человек не обманывает вас. Человек говорит прямо, как обстоят дела, и говорит прямо, чего он хочет. Человек говорит прямо о своих страхах. Это, в принципе, здорово. Другой вопрос, что для него это не проблема. То есть для него не проблема, что он боится остаться один. И вот это проблема. Потому что если для человека это не проблема, то он, в общем-то, будет убеждён в том, что поступает правильно. И вам необходимо будет с этим считаться. Дальше. Естественно, вы вольны выбирать сами, что приемлемо для вас, а что нет. Вот. То есть, ну, приемлемо для вас, если он общается с бывшей женой, ну, встречается, пробуется. Неприемлемо для вас, ну, значит, скорее всего, вам не по пути. Потому что доказывать мужчине, что он не прав, бесполезно. Ну, вот, если человек не считает проблемой, что он боится одиночества, то он само собой будет стараться подстелить себе столомку на случай, если между вами что-то не получится. Насчёт комплексов, я бы не сказал, что речь здесь идёт о комплексах, по крайней мере, о ваших. Ну, я бы сказал, что меня смущает ваша фраза относительно того, что он будет бороться за наши отношения. Ну, вот, то есть, как бы, вот это вот меня смущает, потому что, ну, что значит бороться? Бороться за наши отношения, я не очень понимаю, за что бороться, то есть, как бы, ну, можно бороться за человека, да? Ну, опять же, против кого? Можно бороться за себя. Но, опять же, против кого? То есть, вот это непонятно. То есть, у меня здесь такое ощущение, что вы хотите гарантии. Дело не в том, что вы не можете, не можете их хотеть, а дело больше в том, что эти гарантии вы можете получить только сами. То есть, вы сами их можете получить, и всё. Больше вам никто их не даст. Гарантии, я имею ввиду. Поэтому, на мой взгляд, если вы хотите гарантии, то вам, ну, не подходит такой вариант, где мужчина пытается себя защитить. То есть, как бы, для кого-то это не важно. Видите ли, кто-то, и в том числе я, считает, что человек может в любой момент уйти. В любой момент может слиться в прошлое. Неважно, есть у него бывшая жена, нет у него бывшей жены, есть у него бывший муж, нет у него бывшего мужа. Слиться в прошлое можно при желании, если человек почувствовал, что не хочет больше быть слабым. А вы же здесь пытаетесь как-то гарантировать, чтобы он был с вами. Я понимаю, как это выглядит, что постоянно бывшая жена и так далее. И поэтому здесь именно история про то, приемлемо для вас это или нет, с точки зрения ваших ценностей. А если вот вы пишете, что вас пугает такая постановка вопроса, потому что непонятно, зачем мы тогда вместе, вот эта история, уже немножечко про другое. Это история про то, чего вы хотите от отношений. И это история про то, какую проблему свою вы решаете в отношениях. Понимаете? Потому что, что значит, зачем мы тогда вместе? Нет никаких мы, есть вы. И зачем вы вместе с ним? Для чего вы с ним? Чего вы для него хотите? Понимаете? Самые здоровые отношения, это когда я в отношениях, потому что я чего-то для тебя хочу. Понимаете? А если вы рассчитываете на то, что вы чего-то для себя хотите, тут получается сразу русская рулетка, в смысле того, что мужчина может вам это дать, а может не дать. И вероятность того, что он вам будет это давать, если у него не будет бывшей жены, не сильно повышается. Поэтому это вопрос к чувствам. Что вы чувствуете к мужчине? Если он вам нравится, ну, было бы неплохо увидеть чем. Если вы его любите, было бы неплохо увидеть, а как эта любовь чувствуется вами? Если это больше договорная история, то здесь да, здесь как бы при наличии договора, конечно, имеет смысл, на мой взгляд, требовать, ну, в каких-то комфортных условиях. Так что, такие вот дела. Но если вас пугает, то работать нужно со страхом в первую очередь. Вот, как-то так. На этом все. надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова